здравствуйте уважаемые гости подписчики моего канала спасибо вам большое за то что подписываетесь на мой канал ставите лайки а также пишите мне комментарии и запросы на те видео которые для вас более интересные актуальны сегодня по просьбе моих подписчиков я делаю расклад на олега ефремова такие вопросы почему встречался олег ефремов женщинами хотя любил нину дорожину по всей видимости есть такая информация что на самом деле любил нину дорожину второй вопрос где его душа кто ему по судьбе было ли его судьба именно нина дорожина я сейчас сделаю так первое что я посмотрю это его карту если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данное видео будет находиться номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на отца и так первое я хочу посмотреть это его карту это карта олега ефремова дальше почему же он встречался с другими женщинами да хотя уверял что любил одну женщину дорожину где же сейчас находится его душа и и было ли его судьбой именно нина дорожина была ли она его судьбой давайте посмотрим кстати когда стала выкладывать его карту я сразу почему-то открыла наверное это не случайно наверное это не случайно во первых очень тяжелая карта я могу так сказать последнее время он конечно же очень много страдал он очень много болел он как будто был вымотан этой болезнью а у него были проблемы с легкими насколько мне известно кстати олег ефремов родился 1 октября в 1927 году а умер он 24 мая в 2000 году в возрасте 72 лет я посмотрела число фату за ним пришла смерть она пришла не неожиданно скорее всего он это знал он это чувствовал о чем еще говорит карта его он был многогранным человеком однако не очень простым он очень мог критично относиться к себе носил маску хотя на людях он показывал свою амбициозность он как будто всем хотел доказать что он уникален он любил компанию любил веселость в нем был огромный жизненный потенциал но вот внутри под маской была скрыта печаль была скрыта боль он очень уделял внимание мелочам и он видел то что не видят другие и еще он как будто был лишен свободы действовать так как он хочет в то же время он был не с простым характером знаете я бы даже так сказала вот он как хирург может быть он мог причинить боль и очень сильную и очень острую но это боль потом должна была вылечить человека изменить радикально его жизнь но через боль вот он сам по себе такой вот был ему хотелось всегда чего то нового ну давайте также посмотрим почему все таки он встречался с другими женщинами потому что этот человек был сконцентрирован на себе эта карта отец земли говорит о том что он сконцентрирован на себе на своей работе он как будто со всеми и сам по себе он очень много уделял время скорее всего ну можно так сказать бизнесу своей работе земному и в то же время да творческому да потому что он был руководителем потому что на нем была ответственность почему же все таки он встречался с другими женщинами что мне еще карта скажет тройка мечей вы знаете вот какой то идет в нем конфликт внутренний даже конфликт с одной стороны король пентаклей это человек который все таки видит все земное и он заземленный но так как мы знаем ефремов был талантливым актером и талантливым режиссером но какая то присутствует боль и страдания почему и здесь идет император вы знаете я бы так сказала все таки император он женат тоже на своей работе он мог проявлять заботу к своим женщинам он мог делать какие то подарки может быть комплименты мог женщину поддерживать материально вот я бы я бы так сказала он не жадный он мог давать работу он мог давать какой то ресурс но почему то его задача была ну даже по тройке мечей вот как будто через страдания которое проходила с ним женщина он получал какое то удовольствие какой то свой можно так сказать опыт во взаимоотношениях возможно у него была сильная воля для него очень важно было все таки я хочу сказать его авторитетность его вот он все держал под контролем как руководитель как начальник понимаете он выбирал ту женщину которая ему возможно давала вдохновение а потом она ему становилась неинтересна я вот в этой карте не могу сказать ничего про его любовь такую неземную к Нине Дорошиной понимаете я вижу что все женщины могли страдать а он знаете все таки такой жесткий жесткий я бы даже знаете его как сравнила с пчелой которая садится на цветок берет вот этот вот нектар но она пчела же она не просто она же еще и пыляет цветок да и улетает то есть вот он насытился этим нектаром и улетел ну я бы так сказала он такой яркий представитель мужского пола давайте посмотрим где его душа находится старший аркан маг маг так как я уже говорила управитель всеми четырьмя стихиями я вижу что его душа находится я бы даже так сказала это как какая-то как лаборатория идет идет подготовка к воплощению чтобы Олег Ефремов в скорости воплотился именно на землю потому что здесь самое главное идет начало важного процесса причем активное я вижу что он находится среди тех душ которые очень много добились чего-то на земле я также могу сказать что он проходит как будто как какое-то вот идет как будто его переформатирование но в то же время я его вижу в следующем воплощении это будет яркий либо же политик либо же хирург либо же яркий врач то есть талантливый врач однозначно у этого человека будет высокий интеллект он будет красноречивый он будет очень деятельный он будет очень активный хваткий он будет влиять на массу людей я вижу его мужчиной я вижу это так так давайте посмотрим судьба была ли его судьба не надорошина вот кстати вот по этой карте я могу сказать да и причем могла бы быть неплохая у них семья десятка кубков она ему приносила покой по всей видимости она ему давала то что не могла дать ни одна женщина а что же она ему давала то что не могла дать ни одна женщина и так мать огня она его как будто заряжала энергией я могу так сказать когда он терял энергию Нина Дорошина его заряжала ему было очень с ней комфортно очень он знаете мог на нее положиться как на друга как на сестру как на женщину на любимую как на мать как будто бы в ней были все сочетания сестра мать подруга жена очень удивительно девятка кубков десятка кубков и карты огня понимаете вот как я вижу вот она ему все равно она была как двигатель прогресса для него еще раз говорю она его заряжала она только знала его внутренний потенциал она знала его все слабые стороны и она знала все его сильные стороны как она сама себя проявляла по отношению к нему ту спинтаклей она была очень земная я бы даже так сказала она была внутренне очень самодостаточна и скорее всего она от него ничего не требовала это были сильные прочные отношения кармические действительно необычные кармические отношения она была ему дана свыше богом понимаете она не просто была женщина талантливая она была удивительная и здесь могу так сказать только скорее всего Олег Ефремов видел то в этой женщине что не видели другие вы знаете она вот ему была как подарок судьбы и ведь он был для нее как подарок судьбы я бы даже так сказала у них были гармоничные даже вот по десятке по десятке кубков гармоничные счастливые отношения причем отношения в двух взрослых зрелых людей они были заинтересованы также в друг друге она даже могла что-то ему советовать что-то рекомендовать и он к ней прислушивался она была земная и она могла трезво мыслить она была практичная она за ним ухаживала безусловно она талантливая она не была истерична она была стабильна в своих эмоциях она как актриса не заламывала руки и не закидывала голову при их взаимоотношениях и он видел что она обычная вот я бы даже знаете помните фильм три тополя на плющихе и главную героиню Олег играл Ефремов таксиста а Татьяна Доронина играла вот эту вот сельскую женщину которая привезла в город в столицу ну значит она привезла мясо чтобы его продать на рынке и вот если вспомним мы этот фильм ведь он влюбился в нее в ее простоту в ее вот эту вот самобытность то что вот такие женщины они очень земные но они очень притягательны они настоящие они ничего из себя не не выпячивают не изображают вот такая была и Нина Дорошина она была именно вот такая как показана женщина в этом фильме она могла быть верной преданной хорошим другом хорошим советчиком и ничего не требовала а и у них была обоюдная заинтересованность в друг друге не было ни с кем ему так комфортно как с этим человеком понимаете как с Ниной да это его судьба но еще раз говорю женат он был только на своей работе если вам понравился мой расклад напишите пожалуйста свои комментарии я вам желаю здоровья счастья любви процветания благополучия берегите своих детей берегите себя до конца до конца до конца